МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Умеет работать сам и может заставить работать других. Руководство краевой налоговой службы о новом премьер-министре России. Видимость нулевая. На региональных трассах ограничено движение транспорта. Готовы окунуться в купель? В Барнауле к празднику Крещения построили часовню, поставили бани, проверили толщину льда. Итак, депутаты Государственной Думы большинством голосов утвердили кандидатуру нового премьер-министра страны. За теперь уже бывшего главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина проголосовало 383 человека. Их мнение поддерживают и налоговики края, в частности, руководитель Федеральной налоговой службы региона Юрий Куриленко, который работал с Мишустиным, еще накануне высказал свое одобрение кандидатуры. Мы же, да, понимаем, то есть есть люди, которые пришли, и вот тебе начальник. А есть человек, который пришел, руководит, сам работает, других заставляет работать, и как бы на месте мы не стоим. Вот он, результат, это все есть. В Барнауле тоже ожидается скорое обновление верхушки городской власти, но процесс идет значительно медленнее. Сейчас специальная комиссия проверяет подлинность сведений, поданных кандидатами на пост мэра. Возможно, уже в январе начнется отсев претендентов, пояснили в Гордуме, а на 6 февраля запланировано заседание комиссии с самими кандидатами. Пока напомним претендентов 9, среди них исполняющие обязанности главы Вячеслав Франк, депутат Гордумы от КПРФ Елена Хрусталева и от ЛДПР Алексей Скасырский. А также два пенсионера Владимир Бурстуков и Василий Часовских, юрист Алексей Шипунов. 14 февраля состоится специальная сессия городской думы, на которой и пройдут выборы мэра. Голосование будет открыто. Вернемся к теме налоговой службы. Помните известную фразу «заплати налоги и спи спокойно». К этому совету прислушиваются далеко не все люди, жители края не исключение. В конце минувшего года сумма общего долга по имущественным, транспортным и земельным налогам составила более 3,5 миллиардов рублей. Но по заверению представителей Федеральной налоговой службы региона, рычаги воздействия работают безотказны, уйти от уплаты налогов практически невозможно. Мы сначала обращаемся в суды и потом, естественно, с этим решением мы можем обратиться и пойти в банк, там, где находятся счета должника. То есть эта норма была введена, ну, по-моему, 3 или 4 года назад. И на сегодня мы порядка 26 миллионов таким образом взыскали. То есть мы не идем сразу к приставам, мы сразу идем в банк с исполнительным листом. Это существенно разгрузило в том числе судебных наших приставов. Но если сумма достаточно велика и по счетам есть проблемы, то мы, естественно, эти исполнительные листы отдаем судебным приставам и дальше они работают с должником по аресту и реализации имущества. Либо, в принципе, просто по взысканию с него и денежных средств. Заметно добросовестнее платят налоги предприниматели, крупные компании, банки и консолидированные группы. Федеральный, краевой и местный бюджет за прошлый год поступило более 90 миллиардов рублей. По словам Юрия Куриленко, значительную часть суммы составили налоги на доходы физических лиц в связи с увеличением заработных плат бюджетников. Увеличились поступления и налогов по НДС, поскольку с начала прошлого года ставка выросла до 20%. Почти 3000 упаковок снюса изъял Роспотребнадзор за две недели в Алтайском крае. У сосательного табака не было соответствующих документов. Специалисты ведомства проверили больше 1000 магазинов, в 58 нашли запрещенный товар. Почти на 3000 упаковок они наложили арест и изъяли из продажи. Продавцам грозят штрафы, так как никаких разрешительных документов на товар не было. Отметим, снюс – опасная жевательно-сосательная смесь. Один маленький пакетик содержит в среднем 40 миллиграммов никотина. Такая доза может одинаково причинить бред здоровью как взрослого, так и ребенка. Напомним, в конце прошлого года три школьника попали в реанимацию после того, как попробовали снюс. Продолжим. На региональных трассах сегодня ограничили движение всех видов транспорта. Перекрыли дороги от Поспелихи на Казахстан, от Зминогорска до Новосибирской области, а также от Олейска в сторону Смоленского и Черышского. Специальный режим ввели из-за погоды. 17 января на территории края местами сильный мокрый снег, гололед. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, при том, что температура может подняться до минус 3 градусов. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Алтайского края, Главное управление МЧС России переведено в режим повышенной готовности. За благовременно наиболее опасные участки дорог отправлена группировка спасателей. В количестве 24 человек 10 единиц техники. Объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам оно продлится до 19 января, а крещенских морозов на этот раз не ожидают. В МЧС советуют жителям края на выходных отказаться от дальних поездок. Ну а эта новость для автомобилистов радостная. Проезд автомобилей по площади Сахарова открыли сегодня в 7 утра. Напомним, движение было перекрыто с 1 декабря. Снежный городок демонтировали за три дня. Все украшения отправили на хранение. Движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Димитрова возобновлено. Далее новость из Рубцовска. Стая агрессивных собак терроризирует жителей этого города. Бездомные животные кидаются на прохожих, жалуются горожане в социальных сетях. Одна из пострадавших рассказала, что на днях на нее и ее пятилетнего ребенка напала огромная собака. Отпугнуть животное помогли прохожие. По словам женщины, подобные инциденты в Рубцовске происходят часто. Горожанка просит ответственных лиц заняться отловом бездомных животных. Ну а подготовкой к православному празднику Крещения Господня занялись сразу после новогодних каникул. Уже 19 января можно будет совершить один из главных обрядов и кунуться в проруби. На берегу Аби уже завершаются работы по строительству Крещенского городка. На завтра у нас будет полная готовность по объекту и такая техническая приемка. То есть на сегодняшний день, по сути, нам осталось привезти две бани, непосредственно саму купель, по которой люди будут спускаться, и щиты для установки раздевалок. Всего на работы по обустройству власти города потратили около полумиллиона рублей. На речном вокзале на месте крещенских купаний уже установлена снежная часовня. Несмотря на погодные условия, ведется расчистка льда. Кстати, его толщина составляет порядка 53 сантиметров. На местах купаний будет организовано дежурство спасателей. Окунуться в купель можно уже завтра поздно вечером. Всех желающих сделать это ждут до 23 часов 19 января. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.